Все начиналось так хорошо, но почему меня вечно тянет на эти странные приключения? Последнее, что я помню, у меня был друг, учитель, а я был новичком, или таковым пытался казаться. Что ты забыл на нашей территории? Я всего лишь новичок! Ты что, не видел, что здесь деревня? Не видел. Я убегал от клана и случайно попал к вам. Я действительно не хотел ничего плохого. У тебя последний шанс рассказать нам правду. Кто ты такой? Ладно, я расскажу вам долгую историю о том, как меня занесло к вам. Деревня Испытаний Ребят, они мне сказали, что могут отпустить меня, но они все твердили про какие-то сто тысяч. Как я понял, им нужны ваши лайки. Если вы их поставите, я снова буду свободен, и тогда я смогу сделать для вас новый видос. Поверьте, они не шутят. А ну, заткнись! Подожди, я думал, ты только в Раст играешь. Ты что, еще не в курсе, что в Хонкай вышло новое обновление? А? Хонкай Стар Рейл. Бесплатная космическая фэнтези-рпг от создателей Genshin Impact. В нее можно играть не только на мобильных устройствах. Игра также доступна на ПК и PS5. И весь игровой процесс синхронизируется. В обновлении 2.2 закончится основной сюжет Пинаконии. И, как всегда, вас ожидают новые режимы и новые события, о которых я расскажу чуть позже. Потому что главное событие обновления – это появление нового персонажа Зарянка. Это певица-головианка, рожденная на Пинаконии. Вы просто взгляните на то, как красиво она одета. Спокойствие и элегантность – то, что выдает Зарянку среди других персонажей. Среди боевых особенностей Зарянки – увеличение критического урона союзников. А ее оружие – это микрофон. Да-да, микрофон. На такое точно стоит обратить внимание. Еще к вашему отряду присоединится персонаж Часик, превратившийся в цилиндр и трость, который будет помогать в предстоящих сражениях. Кстати, чуть не забыл рассказать про новые события. Вы сможете проверить свои силы в событиях тематического парка и Человекобиты. Вам предстоит сражаться с толпами врагов, попутно улучшая оружие, чтобы в итоге сразиться с могущественным боссом. А еще в обновлении вернут популярнейших персонажей – Фу Сюань и Топас. Заходите в течение 7 дней и бесплатно получите 10 особых звездных пропусков, которые можно обменять на уникального персонажа Зарянка. А первопроходцам я предлагаю установить игру по ссылке в описании и воспользоваться моим промокодом, который даст вам целых 50 звездных нефритов. Как только я нашел подходящий сервер, где в теории должны были обитать новички, я начал свой путь. И теперь все, что мне осталось сделать – это найти дружелюбного незнакомца. А в Расте, как вы знаете, их полным-полно. Да они-то нахуй. Ты почему материшься? Ты смешной, Альдро. Почему я смешной? Из нас двоих тут лысый только один, понимаешь? А ты говоришь, что я смешной. Ты что, хочешь со мной драться? Давай. Иди сюда, ты. Я КМС по камням. Давай-давай, нападай. На тебе по лысей башке, ты. На еще, иди сюда. Я на капкан наступил. Нет. Сделаем вид, что этого не было. Так вот, появился я, значит, на пляже и не успев далеко отбежать, я замечаю одного бомжика, с которым и пытаюсь поговорить. Привет. Вначале он мне даже показался немного странным, ведь он просто на меня молча смотрел. Не подходи, а то мне страшно, вдруг ты меня убьешь. Ты меня слышишь? Ретих, у тебя нет микрофона? Недолго думая, он даже добавил меня в команду. А потом, откуда ни возьмись, появился еще один абориген. Привет. Здорово, здорово. А вы что, братья? Ну-ка, ну-ка, стой, посмотри на меня. Вы братья, вы близнецы. Вы реально близнецы. Реально. Пацаны, а вы в Де сейчас? Не, я даже не знаю, что это. Я вообще только учусь играть, он, судя по всему, тоже. Учишься? Могу научить. Давай. На халяву. Меня, кстати, Леха зовут. Приятно познакомиться, я Тимофей. Очень приятно. Смотри, нажми F1 на клавиатуре. Угу. И пропиши английскими буквами FPS. Я думал, он скажет, напиши квит. Написал. Сколько показал FPS? У меня показывает 20 FPS. Это много? И вот я наконец-то обнаружил заинтересованную личность, которая вместо того, чтобы зафигачить меня камнем, начинает меня учить. И первым его правилом было не верить рандомным бомжам. Это предатель, гасим его. Гасим. Всё, молодцы, ребята. Хорош, Лёха. Ну, ты знаешь наверняка, как добываете ресурсы дерева там? А спустя мгновение начинается гайд о том, как нужно формить правильно дерево. Вот, смотри, видишь вот эти крестики красные? Бей по ним. О, да. А нас тут никто не убьёт? Потому что тут все какие-то агрессивные. Ну, надеюсь, что нет. Я только вас встретил, вот вы единственные, кто меня не убил. Ай! Тут кто-то, тут кто-то есть. Ребята, нас убивают. Да-да-да-да, вижу, вижу, вижу. Скорбавьте копьё. Лёха, беги к нам. Беги. Я убил его, я убил его. Я его убил. Хорош. Ребят, лутайте его, лутайте, забирайте у него. Офигеть. Нифига ты прик... Хорош. Для вот тебя... Это было очень хорошо. Сейчас, то что ты его убил. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, я чувствую, я нашёл того, кого я так долго искал. Нам сейчас надо дерево покопать. Не знаю зачем, но я делал то, что он просил. Я чувствую, тут намечается что-то весёлое. А сколько вам лет? Мне двенадцать. О, мне тринадцать. Нормально. Ха-ха. Так, сейчас крафтим киянку и план постройки. А потом внезапно случилось чудо. И немой заговорил. Думаете, здесь или сэ? Да, отличная идея. А чё бы нет? Ха-ха-ха. Свети светом, Лёх. Свечу. Отходи. О, ничего себе. А у тебя много, да, часов в этой игре? Ну, 1100 на другом оке. На этом 200. Я вот видел только, как мой брат играет, а сам я вот только первый раз зашёл. Редакс. 400 часов, но больше человек играет. А это окно у нас будет? Это, это тут дверной проход будет. Ха-ха-ха. Кода были замки нужны. Надо дерево накопать, ещё что-то. Вот это я подозреваю будет вообще эпик контент. И всё, хата есть. Сейчас надо будет скрафтить эти ящички. Харнет, смотри, иди пока что, найди ткани. А можно я с ним? Ну, лучше не надо, лучше не надо. Лучше не надо, я тебе честно говорю. Но мы не успеваем отойти от нашего дома далеко, как вдруг появляется револьверщик, который просто стирает моих друзей. А-а-а, вот я же говорил, вот почему. Я, конечно, пытаюсь исправить эту ситуацию, но сами понимаете, копьё – это не лучшее оружие. Зато я не спалился то, что я не новичок. Пока мои ребята пытались до меня добежать снова, у меня было время, чтобы скрафтить себе лук и поохотиться на различных кабанчиков. Пострелялся, да? Блин, пошли на комбат сходим, су, ёбочек. Он чёрная мать. Пошли на комбат сходим. За счёт, что у меня жирная, как твой отец. Что за типы игра-то в сервере, это просто прикол. В какой-то момент я отправился в сторону своих друзей, но меня по пути убивают берданщики. А дальше и вовсе я замечаю это. Блин, наш учитель вышел из пати. Недолго он смог продержаться. Но не спешите расстраиваться, ведь эта история только начиналась. О, ревик. Так вот, я добежал снова до того места, где меня тогда убили берданщики, в надежде что-нибудь подлутать. И нашёл револьвер. И вы мне не поверите, но первым моим встречным был именно тот самый школьник, который вышел из пати. Чё ты от меня хочешь? Отстань. А, Лёха. Ой, это ты? А ты чё вышел? Да. Да, у меня это... Тиммейты пришли. О, ты можешь добавить меня. А то я искал бега у тебя. Да. Смотри, что я нашёл здесь. Откуда? Оно вот здесь лежало. Пойдём, может, тут ещё что-то есть? Вот, возле этого, возле этого лежало. Надо посмотреть, тут кто-то... Возле этого? А у тебя подробно есть на ревик? Не, вообще ничего нет. Вот, я только его нашёл. А, осторожно. Лёха, отними меня. На картону встанет, подними. Уползай, уползай. Сейчас попробую поднять. Он на крыше сидит. Каким-то чудом мы с ним умудрились выжить. И теперь у нас в планах было встретить его друга. Капец, тут все убивают. Все убивают меня. Вообще, просто какие-то злые все. Ну это раст. Я пришёл сюда с КС, а потом вот увидел, как брат играет, решил зайти поиграть. Сколько у тебя часов в КС-ке? У меня в КС около 500 часов, вот я наиграл. Не плохо. Бежали мы, значит, по дороге, как вдруг из-за куста выбегает на меня чел, которого я сразу же убиваю. Что, не убивай, не убивай, не убивай его, не убивай. Он уже умер. Это наш тиммейт. Это наш тиммейт. Может, он придёт ещё раз? Скажи, что я не хотел. Я просто испугался. Я думал, что он прям на меня из-за кустов выскочил. Я прям сразу начал кидать в него копьё. На, забери, забери, чтобы я больше не убил его. А то вдруг опять испугаюсь. Он первый раз прощается. Это друг твой? Кинь сюда. Это он? Попал в него. Пошёл, мать. Бешеный какой-то. Привет. Прости, что убил тебя. Я не специально. И уже вместе с ними мы отправляемся на свалку, где планировали немного добыть ресурсов. Но здесь нас ждал киберспортсмен-лучник. Я попал в него, попал. У него головы нет. Я попал ему в голову. Он убегает. Убегает налево. Он пытается меня добить, но я уклоняюсь, как Нео. Но, к сожалению, из-за этого погибает мой друг. Теперь у меня появился револьвер с одним патроном. Я буду следить. Он здесь, он здесь. Я слышу его. И тут я не знаю, что произошло у моего друга в голове. Он просто прыгнул в переработчик для машин. А что, он сдох, что ли? Он сдох и вышел? Ай, не убивай, не убивай. Ты моих друзей всех убил. Меня не надо убивать. Ты зачем их убил? А я новичок. Я пытался с ним поговорить, но он явно хотел меня убить. Теперь у меня есть лук, честно, добытый. Чё за фигня происходит? Я вообще не понимаю. Он просто спрыгнул нафиг в эту фигню. Может, он не знал, что он сдохнет? Очевидно, это был какой-то гений. Короче, есть у меня одна идейка. Я думаю, что этот скраб я всё равно сейчас потеряю. Я не знал, что делать с этим скрабом, поэтому поставил первый верстак и изучил всё, что мне было нужно. Да-да-да, куда твой друг ушёл? Ура, я тебя встретил. Я не знаю, он ливнул, походу, в тильте. А в этом что было в друге? Он ушёл куда-то просто. А я не знаю, где он. Он, по-моему, умер, я его не нашёл. Пойдём искать его. Блин, я сейчас знаю, какой угар будет вообще жёсткий. Слышишь? Мне кажется, я нашёл нашего друга. Он похож на него? Да, это тот. Ты его залутал, да? Нет. Только туда не прыгай, туда не прыгай только. Туда не прыгай. Смотри, возьми одну вот эту в один кустик. И я один. Ну, вот это выкинь в растительное окно, вот это выкинь. Ой, блин. Вот зря, вот зря. Я думал, есть надо, ты мне скинул. Да я не тебе скину, я просто из внутря. Рубим дерево. Короче говоря, мы не стали возвращаться к нашему первому домику. Ведь, по мнению моего учителя, здесь было шикарнейшее место. Дай его тут построимся. Ну, давай, давай, давай. Смотри, что у меня есть ещё. Вот, бери вот это. И у меня ещё вот это вот есть, смотри. Может, нам надо вот это вот? Вот это очень надо. Из-за того, что ты играл в КС-ку, у тебя прокачано им. Поэтому ты хорошо стреляешь. Это тоже основная часть. Одна из основных частей раста. Это какой-то антирейт дом, что ли, он построил? Смотри, какая штука есть. Нормально. У нас есть стул дома. Надо компьютер ещё найти, и мы будем играть с тобой в контру. А тут есть компьютеры? Есть, но они там, смотри, по камерам всё. С помощью них. Спальный мешок. Мешок. Да, вот это нам и надо. Только нужно второй для меня. Дом имба вообще. Нам бы не потерять наш дом теперь. Всё, теперь не потеряем. Я метку поставил на карте. Нам просто нужно поискать ткань и камень. А ты опытная, да, в этой игре? Ну, основные базы техники знаю. Там электричество как проводить знаю. Наконец-то мы добрались до свалки, где могли теперь спокойно пофармить фармеров. За орду! О, попал! Хорош! Молодец вообще! Слушай, да ты играешь даже лучше, чем у меня. Ну, на луках, как минимум. Мне просто сейчас повезло то, что попал. Я притворяюсь новичком, играю с новичком. Забавно. Всё, пошли на хату. Там кто-то бежит. А сколько ты чел? Ты убил его? Да. Ёжик. Блин, на улице страшно. Пойдём домой пока ночь. Смотри, сейчас будет не страшно. А потом я решил проверить моего учителя на честность. Сказал, что отойду. А сам на самом деле ждал, когда же он попытается меня убить. Но он оказался честным пареньком. И всё, что он делал, так это занимался домашними делами. Так, сейчас компоненты рассортирую. Короче говоря, проверку он мою прошёл успешно. Смотри, нам надо будет сейчас пойти, ну вот, когда утро настанет, пойти пофармить камни. Пойдём. По пути к плотному фарму мы заглянули на свалку, где подфармили немного ресурсов. И он мне показал секретные лазейки, как в случае чего я смог бы перепрыгнуть спокойно через забор. Смотри, вот так вот делай. Оп, оп. По нему было видно, что он очень опытный растер. Поэтому я подчинялся каждым его приказам. Нет, не молотком, не молотком, не молотком. Киркой, который идти скидал. А у меня ещё вот эта штука есть. Она, наверное, больше добывает. Какая? Ну, блин, сейчас покажу, камень найду. Какая штука? Ты промолол тут этот? А он вообще ничего не добывает. Да? Да. А грибы можно есть? Или я отравлюсь? Да. А до этого два грибочка. А вот, смотри, я их подобрал вот тут. А ещё мы стабильно с ним охотились на различных аборигенов. Но, к сожалению, большинство наших вылазок заканчивались примерно вот так. Да блин! Чуть-чуть не хватило, чтобы убить его. Встану, нет? Так как мой персонаж встал, и я понимал то, что мне оставалось чуть-чуть, чтобы добить того берданчика, я отправляюсь вслед за ним. И натыкаюсь на очень серьёзную перестрелку. Именно здесь я и понял, что мой друг просто безумец. И хоть его тактика была рабочая, но на этот раз она не сработала. Куда делся мой лук? Мой лук просто исчез. Терять такие ресурсы не очень-то хотелось, поэтому я отправляюсь в сторону дома. И как обычно, встречаю кое-что интересненькое. Выходи, выходи быстрее, за гаражом у нас, Тип. Что это только что было, я не понял. Это ловушка какая-то. Нет. Это не ловушка, что? Это не ловушка! Понимая то, что меня вот-вот закроют, я лутаю самое основное и убираю с этого дома. Но за мной уже началась охота. Он уже идёт ко мне. Они меня уже догоняли. Я принимаю решение сесть в кусты, но что-то идёт не так. Лёха! 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 Север с максимально возможной очередью забился всего за 10 секунд. И по фидбэку игроков, за вайп они не испытали ни единого лага. А онлайн держался очень высокий, не уступая самым популярным оффам. И к тому же, на родном Мэджике лучший пинг для СНГ игроков. Ну а если у вас не так много времени, чтобы поиграть на классике, то Мэджик Раст предлагает множество других вариантов. Полуклассику без доната и модифицированные сервера с разными лимитами в команде. Вводи мой промокод CHEESE на сервере и лутай приятные плюшки в подарок. И совсем забыл сказать, в телеграм-канале Мэджик Раста проходит розыгрыш на 420 баксов. Все айпи и ссылки в описании. Но на этот раз мой учитель спас ситуацию. Братан, я засыпил! О, так ты всё забрал то, что у меня забрали, да? Да. Блин, ну ты молодец, ты всё забрал. Я думал, всё уже, расстроился, потеряли всё. Нет, ты молодец вообще. Сейчас с хату лапнем. Хе-хе-хе. А нас теперь не зарейдят, да? Надеюсь. А это вообще автомат какой-то, смотри. Это берданка. У нас в доме появилось много оружия, но мой учитель считал совершенно иначе. Нет, берданку положи, возьми лучше копьё. Да я если что убегу, я буду за тобой идти. Я же как-то убил там двоих типов. Пойдём, я буду просто за тобой идти. Я первый не пойду, просто буду идти сзади и прикрывать тебя. План был очень хорош. Тем более на свалке как раз таки стрелялись берданчики. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, вижу его. Пока учителя не было рядом и я не боялся спалиться, я мог включать свой скилл на максимальный уровень. Ещё один минус. Ты ко мне идёшь? Да, я сзади, я сзади, я сзади, сзади, сзади. Киндергу, киндергу, киндергу. Держи, держи, держи. Ещё одного убил. За машиной там же, где тебя убили. Я этого убил, который в тебя стрелял. Вот ещё один лежит. На хату. Ты подобрал быстро? Да-да-да, забрал-забрал-забрал-забрал. Капец у нас оружие стало. Надо домой идти срочно. Мы вот прям только что были бомжами, даже без ревика. Смотри, смотри в ящик. Смотри, я ещё вот эту штуку нашёл, смотри, и вот эту. Ого! Я с глушителем буду. О, тут ещё один есть, я тогда тоже глушитель возьму. Хотя нет, сними, сними, лучше сними, он меньше урона даёт. Нет, зато нас никто знать не будет, где мы. Вот, там опять стреляют, пойдём, пойдём. Как хочешь. Пойдём. Там ещё и слева стреляют, тут вообще везде стреляют. Мой друг начал их обходить, и пока его не было рядом, я мог спокойно по ним постреливать с глушителя. Да, Берда на глушителе это имба, конечно. Они справа, они справа, снизу, они снизу. Они снизу, двое под нами. В одной смысле? Одного убил, ещё один есть. Вот он, офигеть, нём. Ещё одного убил, ещё одного убил. И один ещё вон, возле переработчика, один рядом. Убил. Идём за мной, идём за мной. У меня два Томика. Ого, надо будет сейчас уходить. У меня два Томпсона. Вот, вот, ещё один, смотри, мёртвый. Убил. Меня чуть не убили. Пойдём домой. Лёх, пошли. Да. Офигеть, у нас ганов. Капец, у него там радости, у этого паренька вообще. У тебя хоть раз было столько оружия? Я вообще впервые стреляю. Нет. Блин, у меня всё рука потная. Ты бы знал, в каком я напряжении сидел. Потому что с камнем бегать вообще не хочется. Постоянно кто-то убивает. Видишь, не зря глушитель взял. Я по ним стрелял, они вообще ничего не понимали, откуда я стреляю. Знаешь, кто эти ребята? Это были те, которые меня догнали тогда, в кустах убили, где-то оружие вытащил. И домой унёс. Это те же самые ребята. Карты нету. Ой, стреляют, стреляют. Пойдём туда. Я прям чувствую уверенность в себе. После того, как мы столько человек убили. О, я вижу его. Он на горе. Видишь, где вот этот... У меня, у меня, у меня чел. Убил его? Убил. Вот пэшка. Ник. К нам идут двое, к нам идут двое, к нам идут двое. Я тут не вижу. Убил его. Убил обоих ты. Один бежит ещё. Всех убил. Убил второго. Бегу лутать. Прикрываю тебя. О-о-о. Посмотри в него. О-о-о. Забираем. Забираем и уходим отсюда. Смотри, отнещи пока что на хату. Может лучше вместе пойдём, а то вдруг меня убьют. В принципе-то у нас домиков много, можем ещё поромить. На свалке как будто было мёдом намазано. К нам постоянно приходили залутанные челики. Я зря, наверное, начал стрелять в него. Убил его. Это бомж, это бомж. Давай посмотрим, а вдруг у него что-то было. Чёл. Да я мирный. Я мирный. Блэк мания. А, мамба, мамба. Привет. Привет. Я мирный. Я не хочу зла. Я мирный. Видишь, я руки поднял. Да, угадаю. У тебя сейчас елка на крафте, да? Пойдём, пойдём домой. В это же время к нашему дому частенько начали подбегать различные люди. Пока ночь мы не будем разговаривать, потому что мало ли нас пытаются выследить сейчас и найти. Окей. И так как у нас появилось уже слишком много различных ресурсов, я решил проверить его второй разочек. Пойду покушаю, там меня зовут, я подойду скоро. Окей. Как раз посмотрим, что будет дальше. Но сколько бы я его не проверял, он просто смотрел в ящик и ничего не планировал делать. На самом деле, в этот момент я понимал, что этот парень достоин топового контента. А через мгновение я слышу очень странные звуки. Это что такое? Что это такое? Там пчелики. Это наши соседи, это наши соседи. Да, 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 я знаю. Я думал это вертолёт какой-то летит. Заходи в дом. Пойдём просто посмотрим, кто это. Подожди. Я пойду голый к ним. Подожди. Подожди ты, говорю. Я что, я что? Отойди. Уже сейчас мой друг понимал, что что-то намечается и решил укрепить немного домик. Может быть, эту дверь тоже поменять? Давай поменяем. Давай, я сам поменяю. Вот это атмосфера вообще жесть. Пойду. Всё, кайф. Всё, пойду, поговорю с соседями, просто послушаю, что они делают. Давай, то они что-то активизировали. Соседи, соседи. Чё? Хочу вам предложить перемирие, чтобы мы вас не родили и вы нас. А, ну давай, попробуй зарядить. Нет, просто перемирие, чтобы вы хотя бы нас зарядили. Перемирие? Да, перемирие. Кто такие? Мы, мы, мы просто вот рядом живём. Соседи ваши. Нормально, войс, войс чат выключи. И мне даже показалось, что это хорошие ребята. Вот до этого момента. Ну это ошибка. Я тебя понял. Я в этой хате живу. Зачем он палит, где мы живём? Короче, пока он не видит, надо изучить лестницу. Я понимал, что в ближайшем будущем они захотят нас зарейдить. И скраб нужно было потратить с умом. Они убили моего друга. Что делать будем? Я не знаю. Они нашли, они нашли, где мы живём. Это временная экиба. Бери его. Поднимаю. Нам надо переезжать. Это им переезжать надо. Пусть они нас боятся, а не мы их. У меня есть идея. Я убил его. Лестниц больше нет. Нашёл Томпсон. О, у него калаш есть. Нифига себе. Там ребята серьёзные. У нас появились большие проблемки. Убил. Блин, второй закрыл двери. В какой-то момент на звуки выстрелов прибежали рандомные путники, которые как раз таки и могли помочь мне забраться к ним на крышу. Саня, а кто у меня, Саня? Изирайд, бро. Изирайд. Давай выходишь. Ха-ха-ха. Чё тут делаете? Чё тут происходит? А тут они хер... Хераспадают малолетки. Понимаешь? Чё они? А, к тебе шутят? Да, да, да. К нам, да. Офигели вообще. Мужики не сопереду, реддить у нас серый карик. Мне не нравится этот дед. Мы вас не боимся. Ты знаешь, кто я? Я Лёха. Я, Лёха. Лёха, Лёха. Хочешь секрет расскажу? Нет. Лёха, слушай секрет. Я твою маму е... Ах ты, крыса мелкая. И хоть я понимал, что лучше всего их залутать и просто уйти, но мне было интересно, что находится снизу. Они хотели нас рейдить, они хотели нас рейдить, они хотели нас рейдить. Теперь я знал важную информацию. Эти ребята готовятся на наш рейд. Ну, они явно хотели нас взрывать. 200 разрывных. Может быть, мне стоит быстренько отсюда свалить, либо дефаться до последнего. Вот в чём вопрос. Зная то, как я могу к ним попасть, я начинаю проворачивать свои грязные делишки. Лёша, Лёша, это я. И сорян, если я постреляю... Я не знал, что это ты, я думаю, тебя убили, наоборот. Я тебе не верю. Ты меня хотел убить селенаправленностью? Я думал, это наоборот. Нет, я думал, что тебя убили, гений. Потому что ты с Томиком тебя взял, заглох и всё. Я подобрал калаш, хотел убить того этого. Так логично было, что я же с Томиком, ты знал, что я с Томиком. А зачем ты калаш взял и начал стрелять в меня? Тебя убили, я думал. А я не посмотрел на Никиту, ты убили, ну вот. Он начал рассказывать какие-то сказки. Хотя было понятно, что он хотел меня добить и забрать всё в одно лицо. Но тут мой учитель принял решение за меня. Лёша, стой. Меня убил. Ну они не выйдут с дома, они боятся нас. Они слабые. Да вообще, мужики, мужики, да, я боюсь. По тебе видно, что ты можешь только из дома кудахтать. Мужики, как родится, будем вас. Я вас тут один разматываю, вы ничего сделать не можете. С двушкой или что там со спасом? Да, да, ты с калашом в топ-сете ничего сделать не можешь. Очередной раз они совершают ошибки, но тут уже их спасает контраб. Блин, я думал, он умер. И уже спустя мгновение, как вы понимаете, они сидят у нас под дверью. О, я рядом. Ну теперь они будут сидеть под дверью у нас, да? Я уж подумал, что нас зарейдят. Но нас выручили мимо проезжающие калашисты. Ух, я дома, и мне надо как-то хилиться. Но внезапно для нас машина приближается к нашему дому. На самом деле, было очень страшно. Но мы должны были принимать какие-то меры. Давай, тащи! Нееет! Спустя мгновение машина уезжает. И теперь мы могли спокойно выдохнуть. Но тут случается то, чего я никак не ожидал. Мой учитель пишет, что ему срочно нужно уходить. Я остаюсь один и понимаю, что в ближайшее время меня приедут рейдить. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Что вообще происходит в этом доме? Э, у меня друг вышел. После чего, в своем ящике я нахожу таинственную записку, где мой учитель рассказал мне причину ухода. А если ты хочешь узнать, что было в ней написано, то переходи в мой телеграм. Здесь ее показать я попросту не мог. Если что, ссылка в описании. Но как только я остаюсь один, я слышу эти звуки. Честно говоря, я думал, что я обречен. Ведь пути отступления у меня нет, а застроиться мне просто негде. Но тут я принимаю одно гениальное решение. Я открываю дверь. А когда дверь открытая, то не всегда проходит по ней дамаг с разрывных. Ха-ха-ха! Изи деф! Ха-ха-ха-ха! Ай, я не знаю, с чего за фигня вообще происходит. Ну че, неудачники, как рейд? Нормальный рейд, неудачники? Погоди, погоди. Погодил, погодил. Не хватило чуть-чуть. А сейчас хватит? Да-да. Ну давайте, я вас жду. Есть у меня одна идейка. Рабочая. Я понимаю, что они захотят вернуться и закончить начатое. Если драка неизбежна, нужно убегать первым. Поэтому хватаю все основные ресурсы и уплываю отсюда на ластах. И ловлю прекрасный тайминг. Как только я отсюда уплываю, они начинают взрывать. И тут я понимаю, что я могу подсейвить сумочку и попробовать задефаться. А че, сейчас точно хватит вам или нет, ребят? 10 хп! 10 хп! Нет! 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 А сейчас точно хватит? А мне почему-то кажется, что нет. Вот так второй раз я смогу отбить домик 2 на 2. Вы представляете? Пока моего друга не было в сети, я подумал, почему бы отсюда не переехать в более укромное местечко. И отправился на ближайший остров. Все, я отправляюсь в закат. Как настоящий герой. Ладно, нужно на острове пока что дом построить, потому что других вариантов поблизости бахнуть дом вообще нет. Ведь я подумал, что на этом острове не должно жить серьезных кланов, потому что рядом с ним не было ни одной РТшки. У меня лежит калаш, топ-сет, куча оружия, а я формлю камушки каменной киркой. И пока я остался один, я тут могу такую движуху намутить. Брат, салам. Понятно, злой. Да почему злой? Если бы я был злой, я бы тебя убил уже. Не беги за мной. Понятно. Даже резов подфармить нельзя, блять. А ты откуда вообще стой? Вон домик, подними, подними, я тебе покажу. Вон тот через воду? Да. На, держи, мне этот металл не нужен. Я только развиваюсь. Спасибо. Я только кирочку у тебя подрежу, если ты не против. Да, да, без проблем. А можешь им в указ кинуть? Да, меня вот зарейдили только. У меня вот только вот это осталось. Ну давай с нами рядом построишься. Блин, с соседями. Заманчиво. Может быть я где-то тут на острове лучше построюсь? Чё скажешь? Было бы кайфово, да. Я вообще планирую где-то 30-40 кассера надо быть. Я всю ночь буду играть. Вот. Никого не бахнуть, п***ем. Держи. Спасибо. Ну пойду я дальше копать. Может домик какой-то построю тут. Давай, если чё, приходи к тому домику, я там буду. Давай, давай. Сейчас враги, которые будут бегать и охотиться за мной на этом острове, мне были ни к чему. Поэтому я его поднял и отпустил. Тем более, ресурсы у меня были не в безопасности в деревянном шелтере. Нормальный домик получился, мне нравится. Оп. Идеально. Наконец-то, подумал я. У меня есть свой дом, который не так просто будет зарейдить. Да и кому меня рейдить здесь? Так, ладно, пока что сделаю так. Вы можете мне не поверить, но это были мои первые печки, которые я поставил за несколько часов игры. Вот постоянно меня тянет на какой-нибудь остров. Не знаю почему, но мне нравится жить на острове. Пусть спокойно, тебя никакие бомжи не душат. На сервере фуловы онлайн. А бомжей здесь нет. Приятно? Приятно. Еще бы компоненты здесь было, где лутать. Ну ладно. С этим мы что-нибудь придумаем. Дом будет называться Пещерка. Не спрашивайте почему, просто мне так нравится. Погнал я фармить компоненты. Понимая, что меня никто не будет здесь рейдить, я отправляю в сторону свалки. Пофармить компонентиков. Кто это такой сладенький? Ай, у него оружие есть. Я сделал вид, что я вонючий бомж. Он меня видит по-любому. А, он с арбалетом. А ну быстро оружие положил на землю, иначе я тебя сейчас здесь прям раздену нафиг. Быстро оружие на землю. Блин, нифига себе. Я не думал, что у него есть оружие. Он меня раздел. Теперь вы знаете третье правило. Никогда нельзя недооценивать своих противников. Ошибка. Не ошибка. Вряд ли он должен меня сейчас видеть. Он меня ищет, он сейчас придет друга своего лутать. А друг такой сладенький лежит. Ну не хочет он лутать, и все. Не клюнул мою наживку. А проглотил. Блин, это очень, очень грязно было сейчас. Очень грязно. Наконец-то я переработал немного компонентиков, и уже мог спокойно отправляться в сторону дома. Ну а по пути я решил заглянуть в прежнюю крепость. Так. Домик вроде бы жив-здоров. По соседству находилась интересная база, которая очень привлекала рандомных бомжиков. И я был в их числе. Опа. Че вы тут забыли, алло? Вы че, за мной бежали, что ли? Куда бежали? Давай, подниму тебя, фиг с ним. Давай, давай, давай. Слушай, можешь дать там ревик, двушку? Я просто рейдит на острове. Пойдем, вынесу. Но у меня патронов нет. Двушка есть, могу двушку дать еще. Давай, 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 двушку. А патроны есть на нее? А вот этот дом на острове, это ваш, что ли? Нет, мы, короче, его дипнули, и там это... На. Мы, короче, дипнули дом. Спасибо. Спасибо большое. Пэшку. Лучший просто, спасибо. Я могу попробовать их убить сейчас. Пойдем, 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 пойдем. И я, как истинный Робин Гуд, отправляюсь помогать новичкам. Как вдруг он стреляет мне в спину и напоминает мне первое правило. Ну, он охарактеризовал свой ник, в принципе. Это база. Ну, че? Ну-ка, стой, подожди. Не уходи далеко, подожди. О-о-о-о! Хорошо, пошло. Что вообще за жесть на этом? Это база. Это было предсказуемо. Ну, ладно. Я знаю, что надо делать. Наконец, я забил свои кармашки и со спокойной совестью отправляюсь к себе на остров. Меня рейдят, какого фига вообще? Честно говоря, я думал, что это место безопасно. Но как же сильно я ошибался. Вы че нафиг? Кеша и бист какой-то. Кто вы вообще нафиг? Я только дом построил, какого фига вы меня рейдите? Офигеть, сплавал сейчас. Приехал, а дома уже бы не было. Я просто не верил своим глазам. Я тут никого не убивал, никого не трогал. Как вдруг меня рейдят. И сейчас я вас познакомлю с этими ребятами. Ща буду рофлить, ща буду рофлить. Вы че меня рейдить пришли? Я, я мирный. Зачем вы меня рейдите? Пиздец. Почему? Тебе кто-то разрешал? Тебе разрешал кто-то тут? А что мне, я должен разрешение спрашивать? Ясно пересно. А почему ты так решил? Потому что тут деревня построена. Ну ты все равно высидишься, какая разница. Нас играет 12 человек. Мы все равно тебя за рейдинг, понимаешь? Понимаешь, я один, вас 12. В принципе, силы равны. Вам нужно больше людей, чтобы со мной одним драться, понимаешь? Да, 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 конечно. Он думает, что я в доме. Че, как вам рейд, окупились? Бля, ты вообще наверху видел, какие там базы стоят? Ты думаешь, серьезно, мы там рейдик потеряли, это для нас трагедия или что? Я думаю, да, раз ты сидишь у меня под дверью. Букс, ты же не знаешь, что остальные делают? Они формят ресурсы, чтобы меня зарейдить. Что они могут еще делать? Вот жди, жди. Жду, жду. Хочешь, покажу магию? Сейчас будет магия вне Хогвартса. Посмотри на мою дверь. На деревянную дверь смотришь? Да. Блин, это вообще тупая фигня, она вообще смешная. Ой, что вообще происходит? Я не понимаю, я только сюда переехал. Че, мне опять переезжать, что ли? Ничего, ничего, подожди. У тебя что, попка бом-бом, что ли? Я говорю, а ты хоть так вот жить не будешь? Жить не буду? А вот жить буду, а жить не буду. Ой, блин, это такая смешная фигня сейчас была, реально. Ой, блин, пранк, который вышел из-под контроля. А я думал, как с ними начать вообще диалог, и они сами пришли меня рейдить. В принципе, отлично, я доволен. Ну что ты, братишка, прийтих. Обида залита в груди. Не хочешь ты хава тепить. Хочешь ты серку формить. Ну что ты лазишь по моему дому, ну реально. Ну что ты хочешь от меня. Смотри, видишь, оп, оп, и все, и у меня все в МВК. Че ты от меня хочешь? Да фу, похуй. Видишь, понимаешь, потому что это дело принципа. Ты не стендапер? Завали, ебаный, нахуй. Ничь, рот. С деревянными, дерьми. У тебя только что друг погиб. Да мне. Я не знаю, че им от меня надо, но как будто бы я вообще тут ни при чем. Я чисто приехал домой, отбил свой дом, и я еще остался виноват, что я отбил свой дом. Как это работает вообще, я не понимаю. А потом они и вовсе запустили тяжелую артиллерию. Но тогда я об этом еще не знал. Привет. Привет. Как у тебя дела? Все плохо. А у тебя как? Не, не знаю, я вот только заспамился. Плохое место ты выбрал. Какой у тебя ник? Нет, нет, ника. Ты куда бежишь? Не очень хорошее место ты выбрал, чтобы тут жить. Я только построился, меня уже рейдить начали. Это не тебя чекают? Да. А у тебя не будет кирочки? Мне надо пофармиться. Пока что не будет. Опа, здравствуйте. Может быть у него все открыто? Лет, а друг, ты не. Третий верстак. Кто здесь? Кто вы? Мне страшно. Тут выясняется, что это не единственный его дом. Он появляется на втором. Че вы от меня хотите? Отвалите от моего дома. Изверги. Вот болтик ты уже не заберешь. Один минус. Нифига себе, че я сделал. Я подумал, что я смогу спокойно об колючку спуститься, но что-то идет не так. И меня лутает тот самый школьник. Помните, я вам говорил, что они запустили тяжелую артиллерию? Так вот, он оказался их шпионом. Алло, а как ты смотришь? Я знаю точно, невозможно, невозможно. Отбиться от типов таких неосторожно. Я знаю то, что захотят меня зарейдить. Понимая, что они уже готовятся меня зарейдить, я продумываю планы для того, чтобы я хотя бы смог попытаться отбиться и прячу смолстэши, в которых лежали пушечки. А в это же время островитяне продолжали за мной следить. Они пытаются меня перехватить. Что за жизнь такая тяжелая? Переезжаю в одну сторону, появляются они. Прихожу в другую сторону, меня рейдят те типы. Тут самый адекватный способ все засейвить, это перенести опять луп. Ну, либо драться с ними до последнего. Я хотел достроить дом и пойти спать. Какого фига меня начали рейдить в этот момент? Что я сделал не так сегодня? Так как он сидел уже на своей удобной крыше, у меня появилась идея, как можно было отжать его болтовку. Ну, я туда не запрыгну. Меня вот что больше калит. Мне лестница нужна. У меня веревок, походу, нет. Тяжелая ситуация. Такой дом красивый построил. Скрафтив лестницы, я отправляюсь прямиком к ним. А они в это же время продолжали за мной следить. Именно для таких ситуаций я и раскидывал спальники со спрятанным оружием. Чтобы в случае чего я мог быстренько вернуться. Лежать. Далеко собрался? Да по***й, один хуй, я... Мы с Чичерами не... Че Чичер-то сразу я не понял? Звали, еб**й вас, такая м***я вонючая. В смысле ты с Чичитами играешь? Да, 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 все Чичитеры, все Чичитеры, кто вас убивает. Те еще Чичитаки. Да иди на***й, б**й. Все, кто вас попускает, это реально Чичитеры. В чем-то попускает, что ты с***й видишь? Через скалы, через камни, насквозь, где мы сидим, б**й, это п***лый. Да, да, б**й. В смысле ты с крыши нас убиваешь? С какой крыши я вас убиваю? Я, между прочим, к вам на крышу иду, а не с крыши убиваю вас. Это разные вещи. Короче, пока они там своими делами занимаются, надо идти, пристраиваться к ним на крышу, на другой дом. И смотреть, что у них вообще там есть. Идея была просто шикарной. Тем более, они сейчас были отвлечены и занимались другим домиком. Так, этот турель мне не мешает. Там есть у них турели? Они меня спалили. И теперь мне оставалось только ждать и смотреть на их реакцию. Я какаю в туалете. Дед, молодец. Вы меня начали рейдить. Да иди нахуй. Тебе говорю, что ты не... Такие да, х**бы не могут жить. А какие могут быть? Потому что ты начинаешь не с того, понимаешь? Вот это твое... Вы меня рейдить начали, Алена, афиг. Вы меня начали рейдить. Алёша, а не я вас. Ты понимаешь это? Я вас вообще не трогал. Вы меня рейдить начали. Ты вообще трезвый что ли? Иди проспись. Серьезно, блядь. Серьезно? Серьезно? Ай! На своих щитах я увидел то, что он поднялся на крышу и решил выйти убить его, чтобы он меня не закрыл. Я увидел твою тень, мужик. Ну а если честно, вы просто посмотрите на эту тень. Когда ты наиграл в раз больше 20 тысяч часов, ты замечаешь каждую мелочь. Пусть думают, что я здесь. Я спавню с дома, беру лестницу и иду разбивать им кабинет. Да сиделся на крыше. А я говорю, что я сюда вернусь. Я буду вас доставать, пока вы не извинитесь передо мной. Давай, проси прощения. Ты же понимаешь, что тебе жопа, чел. Что случится? Вы меня зарейдите? Жопа в каком плане? Во всех. Я думаю, болтик им больше уже не нужен. Опять строить новый дом. Я уже очень хотел спать. И на самом деле, мне этот дом нужен был, чтобы просто пережить ночь. Но тут началось что-то странное. И теперь я понимал, что все эти ресурсы лучше подсейвить в другом месте. Подальше отсюда. С одного места на другое. С одного на другое. Переезд. И как будто это не самое спокойное место. Зато супер прибыльное, скорее всего, должно быть. Построить свою нычку я решил в лесу, чтобы за ночью никто не смог найти и зарейдить. Тем более, что здесь меня бы явно никто не искал. Не знаю, проживет он эту ночь или нет. Но это был мой единственный вариант все засейвить этой ночью. Также, когда я строился, я посмотрел один дом, который стоял неподалеку. И мне было интересно, это бункер или просто кибитка. О, тогда минус хата сейчас будет, получается. Я увидел, что там стоит всего одна дверь. А у меня как раз было немного разрывных. Я не знаю, получится у меня тут так быстро зарейдить или нет, но выхода нет. Офигенный дом. Зато я знаю, что у меня нет плохого соседа. Так что завтра я вряд ли стартану бомжом. Все, я на сегодня устал, наигрался, и я думаю, надо идти отдыхать. Пещерку, кстати говоря, я тоже застроил наглухо. Ну а перед тем, как идти отдыхать, я решил сходить в гости к моим любимым соседям. Чиназес! Что, вас ждать? Вы будете меня рейдить сегодня или нет? Кстати, за болт большое спасибо, ребят. Ну так ты подожди. Сколько ждать? За что, за что, за что? За болт, за болт. Сколько вас ждать? А ты долго с читами-то играть будешь? Я каждый день буду играть. Так, а зачем ты с читами-то играешь? Да кто тебе такую чушь вообще сказал? То есть я вас убиваю, не знаю, что с читами играю. Ну да, мы стоим вдвоем с разных сторон, ты убиваешь на собоих моментально быстро, интересно. И в голову, с такого расстояния, интересно, как ты это делаешь? Да блин, да это меткий глаз, орлиный нафиг, понимаешь? У меня в крови индейцы были, понимаешь? Я с лукой, а могу на 300 метров белки в глаз попасть. А может это просто у тебя настолько четкий чит? Ну вообще да, я настолько четкий, но про читы я вообще не знаю. А ты лысый. Скажи, сколько у тебя всего часов в Расте? У меня, ну, буквально 20, вот я только купил игру, вот только начал играть, а что? Интересно, как ты до этого в Раст играл? До этого я играл в Майнкрафт, и вот сейчас решил поиграть в Раст. Интересно, как ты только зашел, только скачал, и так метко стреляешь, интересно, ну-ка скажи-ка мне. Я же говорю, у меня потомки индейцы. Вот, стой на месте просто, стой на месте, смотри, я отхожу, я кидаю камень, и попадаю тебе в голову. Готов? Давай. Просто стой, смотри. Три, два, один. Блин, стой, подожди, надо еще раз. Смотри, у меня, видишь, как магнитится к тебе на голову прицел, нафиг? Как у меня дрожит камера, нет? Блин, да дерьмовые читы, они не работают на камень, подожди, надо еще раз. Так. О! Попал! Сюда! Видео это, нет? Вот как раз у тебя такие хорошие потомки, давай я буду вот так вот делать, попадешь? Давай, давай, давай. Ну что ты, лысый? Я слушаю тебя, все обиды можешь высказать. Так ты же все равно сегодня выйдешь. Не понял, к чему эти слова. Ты все равно сегодня выйдешь. Ну, к тому, что ты сегодня сто процентов выйдешь из сети Гаста. И можешь так случайно проснуться без дома. А может не надо? Я смотрю на твое лицо и понимаю, что ты самый добрый человек в этом мире. Супер добрый персонаж. Как ты можешь меня, бедного 13-летнего школьника, зарейдить этой ночью, пока я буду спать? Ну, давай тогда договоримся так. Я поговорю со своим тимом, который тебе угрожал, что зарейдит. Отговорю всех своих тимов, которые на этом острове, на другом острове. Ну, тогда дашь мне болт. Больше ничего не прошу, кроме болта. Блин, ну так вышло, что я выкинул его в воду и утопил его. Ты простишь меня за это? Что-то маловероятно. Маловероятно. Меня зовут Лёша, понимаешь? Лёши никогда не обманывают. Короче, я предлагаю договориться. Так как я самый сильный на этом острове и самый мощный. Ты с этим согласен? Максимум, что я тебе могу дать, это сейчас факелом по лицу. Выплесни свою ярость, давай. Ты хочешь это сделать? Хорош. В какой-то момент я им даже предложил удивительно выгодные условия. Скажу честно, вам не очень выгодно вообще стреляться со мной. Я ломаю души кланам. Кланы потом выходят и больше не хотят играть в раз, потому что это очень больно. Ты просто не понимаешь, с какой болью вам придется столкнуться. И я предлагаю, ну, сразу как бы сдаваться и сразу жить в мире. Что скажешь? Я могу сказать одно. Нет. Нет? Ну хорошо. Вы выбрали свой путь. Завтра увидимся. И будьте уверены, даже если вы меня взорвете, я буду преследовать. Мой дух будет следовать за каждым из вас. Пока вы не покинете этот сервер. Да, поздравляю. А теперь я тебе покажу магию исчезновения. Пойдем. Показываю фокус исчезновением. Смотри. Ну, давай, давай. О, у тебя, смотри, у тебя кто-то на крыше. У тебя коптер на крыше. Ха-ха-ха-ха. Итак, наступает следующий день. Мне было действительно интересно, что изменилось за эти несколько часов. Ха-ха-ха. Понял. Вопросов не имею, но бункеры они не зарейдили. Походу им не хватило резов. Что я сделал не так, скажите мне? Может наоборот, я все делал именно так, как и надо? Раз меня так не взлюбили. Я осмотрел территорию и понял, что судя по всему их не было в онлайне. Теперь у меня было время, чтобы восстановиться. Я могу как бы вернуться сюда и построить то, что я хочу? Это хорошая идея. Но вначале мне нужно было вытащить все с бункера. Кстати говоря, мой учитель все еще не зашел в онлайн. Поэтому у меня было время подготовиться. Ха. Нормально тут тип уснул. 100 скрапа. В теории я могу отсюда погнать на фишинг виллдж. И снова построиться на острове. Хотя здесь карга плывет. Недолго думая, я отправляюсь на ближайший порт, благодаря которому я мог бы попасть на борт. Походу вот с этой штуки опускаются контейнеры, которые меня закидывают на карга. Вот сейчас мы его дождемся и проверим. Прождав здесь около 10 минут, я понял то, что карга меня просто оплывает стороной. Я че зря тут стою? Давай на порт плыви, я хочу... Как это произошло? Почему он проплыл мимо? Походу капитан там немножко выпил. Я честно не знаю, как это работает, но на этот раз он просто проплыл мимо. И так как пока что была глубокая ночь, я решил заспавниться в своем старом доме, где мы выживали с учителем. Который, кстати говоря, тоже зарейдили. То есть зарейдить меня в онлайне силенок у них не хватило. Поэтому они зарейдили меня в оффлайне. Ха-ха. Ко мне потом подбежал какой-то рандомный бомжик. И вот уже с ним мы попытались взломать их дом. 2-5-5-2 не работает. Попробуй 4 пятерки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чувак тупо с первого. Откис. Ха-ха-ха. Короче, ловить мне там было уже нечего. Я появляюсь в своем доме в лесу и слышу выстрелы с калаша. Мимо которых я просто не мог пройти. Леха, здорово. Ты что ли? Да, это я. Я Леха. Можешь поднять? Не, брат. Тут жестко. Тут надо убегать, а не поднимать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Стой, подожди. Давай поговорим. Слышишь ты? И не успел я вернуться домой, как вдруг слышу еще одни выстрелы с калаша. Миха, миха. Отвали. Эти калашики мне пригодятся в ближайшем будущем. Нормально у меня в кибитке калаши уже. Офигеть, у меня косарь скрапа здесь. Что? Короче, у меня есть гениальный план. Надо перезайти в игру и поменять ник. Вокруг моей нычки все больше бегало калашистов. И я понимал, что скорее всего они ищут меня. Мне лучше идти на остров и там уже развивать как бы свои движения. Нет, я... Что я тут время теряю? Смогу ли я добежать, конечно? Вот в чем вопрос. Эти школьники окружили мой дом. Надо уходить с этого места. Это самый опасный район, который я когда-либо встречал. Там, где живут школьники, сразу надо переезжать куда-нибудь. Потому что это реально опасные челики. Они могут сидеть под дверью 25 часов в сутки. Я лучше пойду на остров. С такими мыслями на ластах я добираюсь до рыбацкой деревни. Где меня весь ненужный для меня дизель на МВК и верстак. Да, не удивляйтесь, на этом сервере в рыбачке стоят дроны. Сколько МВК я могу купить? Вот так. А после я покупаю лодку и отправляюсь обратно на свой остров. Я еду восстанавливать свой домик. Надо будет тут еще один домик построить типа лодочный. Блин, ни ящика, вообще ничего нет. Как жить в этом доме? Но с буром я тут в принципе могу хорошо пожить и пофармить. Поэтому поехали. Пока они спят, а может уже не спят, мне нужно построить отстрелочную и лодочную. Ближайшие несколько десятков минут моего контента выглядели примерно так. Пока они спят, я сфармлю весь их остров. В теории мне этого камня хватит, чтобы вообще все построить. На данный момент на острове было спокойствие. Никто не бегал и не мешал мне. Я мог заниматься своими делами. Ты вонючий бомж. Он угнал мою лодку, блин. Я ее только купил. Да иди на другой остров и ее там возьми. Кто-то фармит буром. И как будто это байт. И как будто это жалкий грязный байт. А может и нет. Это что за фигня там плывет? Сейчас выйдет заруба походу какая-то. Или это его друг? Блин. Ну, мне кажется нельзя убивать таких новичков. Пусть они плывут дальше. Ну, какие же они смешные вообще. О, они что-то увидели. А, они поменялись местами? Второе весло дал. Говорит, ты что сидишь бездельник? Греби давай. И поплыли эти два путника. В долгое путешествие. Казалось бы, еще вчера этот сосед был со мной мирный. Но сейчас он стреляет в мои двери. Так. Это мы оставим. Да что ты по мне стреляешь? Заколебал. Иди делом займись. Я не знаю, чего он от меня хотел. Но мне нужно было дерево, чтобы обустраивать свою крепость. Но на строительство этого дерева должно хватать. Так, так, так. Я хочу себе побольше комнат. И если вы привыкли, что я живу в домике 2х2. Этот дом будет исключением и максимальной импровизацией. Ёлки-палки, что это вообще за дом? Да, мне тут нужна плавильня какая-то по-любому. Все оставшееся время я тратил на укрепление защиты своей крепости. Что я строю, не пойму. Так как я жил под горой, я мог построить себе абсолютно все, что хочу. И у меня должно было быть очень много нычек здесь. Тут будет подъем наверх, допустим. Тут будет еще один подъем наверх. Блин, какой-то слишком большой дом получится у меня. Наконец, я практически завершил свое строительство и расставил везде двери. Также поставил печки и полностью улучшил центровину в МВК. Че мне там надо до гаражки? Взять скрапа. Есть, конечно, одна идейка. Погнал я в лабу. Но для полной безопасности мне по-прежнему не хватало гаражки. А чтобы ее изучить, нужно было пофармить немного скрапа. Походу, это самая топовая лаба, которая могла вообще заспавниться. К моему удивлению, в этой лабе никого не было. Скорее всего, потому что она, в принципе, была абсолютно бесполезной. О, хорошо. Мне нужны турели, 100%. У меня есть идея, что я буду делать. Они просто приплыли, угнали мою лодку и уплыли, что? Мою лодку очередной раз угоняют. Но ничего страшного, ведь здесь я смог насобирать немного скрапа. Ох, нифига. Тут дядечка стреляет в воду. И другой дядечка уплывает. Какой ты мне брод, ты бежал на меня с копьем. Спасибо за халявный калаш. Мой дом, судя по всему, еще жив. Приятные новости. Или нет? Ой, мой сосед очнулся. Наконец я изучил гаражку. И мог укрепить защиту моего домика. Сейчас печки заправлю. Надо будет реально перезайти и поменять ник обратно. Они должны знать, что их любимый Алексей вернулся на сервер. Ай, он смотрит на меня. Он умер. Недолго он смог посидеть с болтиком на крыше. Так, немного улучшить домик. Потому что я боюсь, что меня кто-то пробахает. Блин, может вот это выдолбить вообще буром? Поставить сюда гараж? Как будто идея отличная. Как вы поняли, половину дня я занимался только фармом и улучшением дома. Я люблю подолбить. Как будто можно сюда стенку поставить. Но нужна она тут вообще. Ну а вдруг спалят через щель. Нафиг надо. Пока на острове была тишина, и я не знал чем заняться, я пошел в зал. И пробыл я там около двух часов. Кстати, больше видосов с моих тренировок вы можете увидеть в телеге. Так вот, спустя два часа я возвращаюсь домой. И вижу такую картину. Вот так вот значит, да? А я засыпал где? Я засыпал дома. Кажется, дома у меня уже нет. А это их новый дом, да? Угу, угу. Но они не полностью застроили его. В теории, я даже могу его восстановить. На самом деле, то, что они не застроили его отдельным шкафом, это была большая их ошибка. Они думают, что какой-то жалкий рейд меня остановит? Ха, у меня еще СМГшка осталась. Сюда. Ну ладно, подождите, я сейчас разовьюсь и вернусь. Но не успев отплыть от этого острова, я слышу выстрелы калаша. Домик они крепенький построили. Ух ты, блин. Судя по тому, что он стоял в витрине и смотрел на меня, он явно хотел выйти и разобраться со мной. Но он не знал, что это был мой байт. Спасибо. Пока. Самый изейший бур в моей жизни. Вместе с калашом. Чувак просто ни разу в меня не попал. Так. Мне нужно как-то застроить домик сейчас. А ну-ка, ну-ка, сдавайся. Спрыгивай с коня или ты умрешь. Ой, да, Изи. Не убивайте меня, пожалуйста, я долго шел. Ладно, не буду. Мне просто нужен твой конь. Они ищут меня. Они ищут меня на коптере. Сейчас я мог уйти от них, но я решил их забайтить, чтобы они сели на коптере. Как он меня убил? Как он меня перестрелял? Я не знаю. По-любому сейчас будет меня лутать, а потом идти к своему другу. Я должен быстрее добежать. Пока он лутал меня, я мог облутать его друга. И теперь у меня появилась еще одна попытка. Сейчас хочет забрать своего друга. И я его сотру. Он забирает своего друга, я его стираю. Улетаем нафиг отсюда. Пожалуй, это был мой самый изейший старт за последнее время. Но теперь мне нужно было придумать, как мне построить свой дом и спрятать все эти ресурсы. Алло, тебе нужен коптер? Ну, ты отдаешь реально, что ли? Ну, если у тебя есть дерево или камень, ну или немного скрапа, то готов отдать его просто так. Что можешь предложить? Что тебе именно? Да мне нужно что-нибудь, просто меня зарейдили. Вот, я только что смог каким-то чудом это выбить. И теперь я думаю, как мне строить дом, короче, а коптер мне все равно девать некуда. Мне удалось поторговаться с этим пареньком. Ему нужен был коптер, а мне инструменты и ресурсы. А что тебе надо? Что тебе именно надо? Камень или дерево, да? Ну, я думаю, можно инструменты даже. Но, скорее всего, камень было бы лучше. Окей, сейчас моя Тима принесет. Секундочку, подожди. Подожди, моя Тима. Мама наругала. Топ-10 неожиданных консолок. Наконец, его друг принес мне инструменты и немного ресурсов. А я, в свою очередь, отдал им коптер. Вот это уровень. Так, ну все, тогда давай, спасибо большое. Все, ребят, удачи вам. Давай, давай, пока. Возможно, это не самое выгодное мое вложение, но, кажется, у них сейчас не будет коптера. И, честно говоря, когда я продавал им коптеры, я точно не ожидал, что он проживет ровно 10 секунд. Ай, блин, это такие смешные типы просто. Нормально коптер продал. Недолго он у них был. Не, ну вы, конечно, вообще эксперты пилотирования, я посмотрел. Легенды. Меня его просто мама Базон ругала, он забоялся, я жалко. Но он недалеко ушел от своего друга. Как только он сел в лодку, он сразу же ее заруинил. И хоть мне с ними было очень весело, мне нужно было заниматься важными делами и возвращаться на остров. Есть небольшие подозрения, что чуваки захотят меня повторно зарейдить. Они в теории могут вообще находиться у меня под дверью где-то. Чтобы переставить шкаф, у меня пока что ресурсов не было. Поэтому я нашел потайную комнату и засейвил там основные пушки. Так, ну пока будем сейвиться вот так. Офигеть у меня патронов. Так, надо шкаф закрыть, а потом его по-тихому разбить. Ну как по-тихому? И тут застроить сейчас. Если я тут застрою, то они уже сюда не попадут, правильно? Правильно. Только и могут рейдить, когда я отхожу от компьютера. Когда я в онлайне, меня еще никто не рейдил. Сто китайцев разве что. Но ничего страшного. А пока я фармил камушки, я увидел то, что они куда-то улетают с этого острова. А мне это было только на руку. Ведь именно сейчас я мог обустроить свою крепость. Тут шкафа нет. А это мне надо, спасибо. Блин, они обратно летят. Походу времени шкаф разбить у меня уже нет. Там с ракетами, типы? Подожди, так тут заруба намечается или что? Бур. Здесь на острове намечались какие-то серьезные действия. И мне скорее нужно было застраиваться. Она меня смущает. И эту дырочку надо застроить. А шкаф перенести на второй этаж. Здесь будет гениальный отстрел. И печки. Мне кажется, пока что рано палиться. Но мне крайне интересно, что там происходит. Чувак с ракетницей приехал на корове. Что они делают? Блин, я бы сейчас их так стер просто здесь. С калаша. Блин, я думал, они сейчас утопятся нафиг. Ой-ой-ой, кажется, они сейчас ко мне придут. Ау! Так, они собираются куда-то лететь опять. Я сел и начал следить, что они замышляют. Ведь в моей голове у меня был шанс их убить всех. Ой-ой-ой. Что у них происходит нафиг? Они что, этот дом будут рейдить? Или что они собираются делать? Они рейдят этот дом. Зачем? Что? Короче, мне нужны хилки. И, возможно, мне нужны лестницы. Они зачем-то рейдят своих соседей. Вопрос, зачем? Блин, нифига себе, он больно попал. Не, я отсюда не смогу уйти. Хэллоу. Зачем вы мой домик зарейдили? Фа-кью. Пошел нахуй подсюда. А то, что ты мне сделаешь, ты, слабый. Отъебу тебя, сучка. Давай, попробуй. Еще есть желающие? Бойся меня. Выйди на улицу. Ой, у тебя друг умер, прикинь. Еще один умер. И опять умер. Так ты на улицу ни разу не вышел. Так, ну эти ребята явно захотят меня когда-то взорвать. Надо будет с этим что-то делать. Присутствуют некие трудности, блин. Да луто, чтобы вы понимали, у меня была всего лишь одна дверь. С этим мне нужно было срочно что-то делать. Я вообще могу шкаф по-тихому выстучать мачетами, как Варик. Они-то в любом случае когда-то узнают, где я живу. И только я собираюсь выходить, чтобы достраивать крышу, как вдруг они палят мой дом. Они уже узнали, где я живу. И на данный момент все стало очевидно. Скоро они ко мне придут. Это небольшая проблемка. Братик, братик. А можно, пожалуйста, свою берданку вернуть? Нельзя. Да, пожалуйста. Нельзя. Я с ними в пачке, но, блин, я понял, ну, не с ними живу. А меня это не волнует. Пожалуйста. Иначе я маму позову. Пока один заговаривал зубы и отвлекал меня вовсю, они собирались меня рейдить. Я маме все расскажу быстрее. Ой, мама пришла. Мама пришла, дядя. Именно в такие моменты, когда я загнан в угол, у меня включается режим берсерка. Пока! Я пошел. Пока! Как это, дефать? Блин, братик, скажи честно, софтом гоняешь? Ну, только честно. Да. У нас, то есть, нету шансов вообще, да? Да. У нас вообще нету шансов, да? Вообще нету шансов. Сейчас я вам покажу силушку богатырскую, нафиг. Как они себя инсталутают, я не понимаю. То ли у них не хватило ракет, то ли я не понимаю, что произошло, но от первой волны я смог отбиться успешно. Стой, давай просто вообще... Подожди, не убивай, пожалуйста. Я хочу посмотреть тебе в глаза хотя бы. Что происходит, я не знаю. Как они себя так быстро облутывают и уходят, я не понимаю. О, они свою дверь бахнули. Они бахнули свою дверь. Вот это уровень. Куда пропал чел с ракетницей? Я не понимаю просто. Он с пулеметом сидит на крыше. У меня есть некие подозрения, что они больше не захотят меня сейчас рейдить, тем более в онлайне. С бандитами переговоры не ведем. Ты считаешь меня за бандита? Ну, это вы меня рейдили, не я вас. Блин, а у меня кд теперь. А там ресы. Алло. Первый вопрос. Что тебя докатило до жизни с Сафом, по твоим словам? Да вот, не знаю. Подумал, что эта игра слишком тяжелая для меня. Я решил поиграть с читами, как старые добрые, понимаешь? А что, нельзя что ли? Ну, портить другим не игру. А почему портить? А вы кланам игру не портите другим, когда играете в клане? Мы не клан. Ну как, я в клане, но в своем. Забавно получается, когда они душат новичков, то это нормально. А когда кто-то душит целый клан, то это сразу читер. Солу, толу, пьет, а ты на солу пьешь, 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 пьешь. Да, это я. Я с тобой общаюсь. Сори, брат. Так бывает. С лестницами сидел. Ах ты, маленький хитрец. Ты убиваешь. Заметь, это не я у вас под домом сижу, а вы у меня под домом. Чувствуешь разницу? Кто начал первый сидеть? Вы? Так, с самого начала начнем. Я? Мы? Да 100% вы. Других нет. Блин, ребят, я застроился. Что делать? Я тебя буром ремонт сделаю. Не рейдите меня, пожалуйста. Я хочу жить. Смотри, иду с щитами за твоим другом. Смотришь? Смотри, смотри. Чувствую запах твоего друга. Опа! Я тебе говорю, типа, видишь, вынюхал. Но он же не уйдет отсюда. Зачем он это сделал? Да, они бегали и просили, чтобы я их не убивал. Поэтому я их не трогал. Но как только я убил его друга, он убивает меня в спину. Но вы мне не поверите. Какой же благодаря нему я славил тайминг. Меня убили. Нееет! Нееет! Быстрее, быстрее! Опа! Опа! Опа-па! 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 Сейвим мы ракетки! Опа! Опа-па! Сейвим мы ракетки! Опа-па! Опа-па! Ха-ха-ха-ха! Это что вообще было нафиг? Просто двум типам на лицо выскочил и убил их. Скорее всего, пока один из них заговаривал мне зубы, они хотели меня пронести. Но из-за того, что он убил меня тогда в спину и я появился дома, я их просто перехватил. И теперь мораль этих островитян была полностью уничтожена. И все, что мне оставалось, это добить их окончательно. Ой, споткнулся. Упал, отжался. Пошла, да? Ща-ща. Да-да-да. Ща-ща-ща. Нет, стой-стой-стой-стой-стой. Подними, подними. Золотами подними, давай поговорим. Нет, вот сейчас... Сейчас поговорим. Сколько раз им надо еще попытаться меня убить? Ну, ладно. Блин, у меня дом... Дом просто нереально зарейдит. Не, его реально зарейдить? Я думаю, они зарейдят его почему-то. Что-то мне подсказывает, что мне бы подсейвить эти ракетки куда-то. Мне нужны спальники. Может, прикопать с Моустэша ракеты? Насколько это хорошая идея. Чтобы у меня было больше шансов отдефаться, я раскидал спальники. А после подумал, что мне срочно нужна вышка. Ведь он сидел постоянно на крыше. Чувак, ты заколебал меня. Подожди. Чего вы ко мне пристали, скажите мне? У вас нехватка внимания или как? Как бы они не пытались мне помешать, но они не знали, что я здесь самые быстрые руки на Диком Западе. Иди отсюда. Чего ты меня машешь? Как в этот пиксель попасть? Там какой пиксель? Я вообще не могу туда попасть. На. Меня это не устраивает. Мне нравится вас убивать. Как можно на это согласиться? На этот раз их условия были действительно смешными. Все, идите, гуляйте там. Формите серу. Надо еще раз идти меня рейдить. Формите серу. Я жду. Ох, какой же сладкий ноускоп. Ко мне все чаще подкрадывалось чувство, что они больше не захотят меня рейдить. Но все же я построил себе вышку. Странный дом, странный дом. И ресурсов много в нем. Очень странный дом. Все, мне кажется, они уже не хотят со мной стреляться. Они устали. Это не дом. Это лабиринт. Дом-лабиринт. Нифига. Дядя, а ты что тут, фармил что ли? Они настолько устали отхисать, что даже не прибегали сюда снова, чтобы полутать свои тела. Я бы с радостью бахнул их дом, но мне кажется, там очень много надо вбахать туда. Но как только прилетел боевой вертолет, они сразу же его заагрили. И тут я подумал, а почему бы мне его не отжать? Он в воду упал. Его сейчас, скорее всего, быстро облутают. Или нет? Бам! Попал к нему, но он выжил. Да, блин, какой в огне? Ты что, рофлишь? По мне стреляли со всех сторон. Но когда на мне топ-сет и калаш, я становлюсь просто непобедимым терминатором. Это что такое нафиг? Понял вас. Грибы, спасайте меня! Грибы, грибы, спасайте меня! Грибы, спасайте! Я думаю, надо уходить отсюда. Мне кажется, у меня под домом сейчас сидеть типы будут. О, это гений? Это гений Раста? Как я и думал. Они будут сидеть у меня под дверью. Бам! Каким-то чудом я справляюсь со всеми противниками и сейвлю весь вертолет. И теперь я и представить себе не мог, насколько же сильно будет полыхать у моих соседей. Почему? Почему мы гении? Почему мы гении? Просто гении, ну пошли перехватывать меня. Реально план хороший был. Реализация не очень, но план был неплох. Дом говно? Почему мой дом говно? Я в него всю душу вложил, а ты говоришь, что он говно, понимаешь? Меня вообще Леха зовут. И мне 13 лет. Я не знаю, чего вы от меня хотите. Я вчера ушел, да и вообще на 2 часа всего отошел, и вы меня взорвали. Как такое вышло? Оп! А ну сейчас прошу. Оп! Мы только зашли на сервер, короче, познакомились с Кешей, Кеша говорит, ну как будто хуйня, ну как пойдем, он говорит, вот. Я говорю, ну давай прям сейчас его ебнем, Все. Понял. Ну ладно, давай, Вовик. Будем дружить с тобой, давай. Не, я соло-игрок, я соло-игрок. Ты же говоришь, что ты здесь жил, правильно? В этой хате. Типа тебя здесь зарейдили. Да, так и было. Ты типа на 2 часа отошел, тебя бахнули. Ну вот смотри, короче, какой момент. Ты же Кешу знаешь, который здесь живет? Знаю, да, это мой лучший друг. И Кеша нам говорит, что именно в этой хате жил какой-то, короче, плохой человек. Типа, короче, его надо въебать. Я говорю, а ты сам где живешь? Он говорит, мне один ютубер дом отдал. И все, он нам показывает вот эту хату, и мы, короче, эту хату вчера бахнули. Так, получается, ты плохой человек, или ты друг Кеша? Это какая-то непонятка. И тут начался полнейший стендап. Я им начал выдумывать настолько душераздирающие истории, что просто даже сам в них поверил. Я им рассказал, что Кеша, который натравил на мой дом, на самом деле является моим лучшим другом. И что мы с ним не поделили всего лишь одну жалкую болтовку. Давай начнем с того, что, короче, тебе нужно за эту тему предъявлять, короче, Кеша. Настя говорит, что Кеша твой друг. Так получается. Ну, получается так, что, короче, он неверную информацию дал ложную. Правильно? Да, Кеша мой лучший друг. Вот, а почему тогда так получилось? То, что Кеша сказал, нужно этот дом бахать. Или он специально нас хотел, короче, с тобой поругать? Он, наверное, специально решил это сделать. Я предлагаю Кешу зарейдить за это. Что скажешь? А Кеша со мной живет. Блин. Вот так вот бывает, да, прикиньте? С чего ты решил, что именно мы тебя зарейдили? Меня убил чувак с ником Пельмени. Я подбежал к вашему дому, а там как раз был чувак с ником Пельмени. Пазлы сложились. Я подумал, что это ваш дом. Вот и все. Все просто. Ну, а почему нельзя было подойти и, ну, сказать, типа, короче, вот так и так. Здесь же на этом острове, здесь все друг с другом, ну, дружат друг с другом. Только один ты какой-то недружелюбный. Я вообще самый мирный человек в этом мире. Ну, давай, короче, тогда заключаем мир с тобой. Хочешь? Давай, мне вот нужно 30 минут на размышления. Все, я пока пойду это. Я через 30 минут подойду, меня, это, заставляют уроки делать. Ну, давай, иди, уроки сделай, чего. Ха-ха-ха-ха. Это я им сказал для того, чтобы проверить, что они будут делать, когда я уйду во ФК. Ну, забегая немного вперед, рейдить они меня не стали. Давай тогда так, короче. Ну, а если, короче, Кеша придет, и действительно, ну, ты его друг там, или еще что-то, мы, короче, извинимся за то, что, короче, тебя бахнули. Но мы с 8 у него, из-за чего, короче, это произошло. Ну, давай, мы ждем. Потому что, короче, он нам сказал, что здесь живет плохой человек. Здесь мирный дом, ну, здесь мирный остров, и здесь все должны жить в мире. Так вот, пиши вот сюда. Пиши, что я, The Punisher, объявляю там временное перемирие до выяснения обстоятельств. И подпись. Все, акт подписан. Я The Punisher объявляю пакт о ненападении до выяснения обстоятельств. Нормально. Теперь я выиграл для себя время, и они меня даже добавили в команду. И я мог следить за их каждым действием. А также в моей голове появилась шикарнейшая идея, как я могу закрутить эту историю. Пока Кеши не было в игре, мне нужно было подготовиться и построить специальную комнату, в которой каждый житель этого острова говорил бы только правду. У тебя есть МВК? 10 штук. Принеси, если не жалко. Зачем ты его убил? Что происходит? Спустя мгновение все уже было подключено. Оставалось только затестить, как работает детектор УЖИ. Ну что, Кеша, мы сейчас будем узнавать правду. Я сказал, что я свою болтовку заберу. Я забрал. Нет. Говори Пунишеру, пусть он приходит сюда. Но в клетку попадали не только на допрос, но и те, кто плохо себя вел на острове. Нет! Кеша, зачем ты их убиваешь? Ты посмотри, как он смешно сидит на стуле. Как наступит ночь, мы собираемся здесь и будем проводить, короче, расследование. Моя установка убивала всех слишком быстро, поэтому пришлось убавить напряжение. Все, красота работает. Мы сейчас будем слушать версию каждого. Как только островитяне заняли свои места согласно купленным билетам, мы начали свой первый допрос. Итак, рассказывай, как ты оказался на этом острове и почему вы меня пытались сегодня душить всей своей оравой? Приговор вынесен неверно. Давай, садись в клетку. Взял, убил моего подопытного. У меня были к нему вопросы. Зачем ты его убил? Как вы оказались на острове и почему вы сразу начали рейдить меня? Как так вышло? Правду говорить? Только правду. И ничего, кроме правды. Ну ладно, мы в деревню сегодня только попали вот сюда, вот именно. Я, короче, решал ВПР, меня мама заставила. Потом зашел в Дискорд, говорят, тут читер поселился. Ну я и зашел, и пошел на тебя, а потом тебя рейдить захотели. Читер, значит, да? Да. То есть ты меня сейчас оскорбил, ты оскорбил судью. Как, тебе нравится? Нет, 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 не оскорбил, не надо, не надо. Нет, нет, не надо. Что вот мне с тобой делать? Пока я вчера афкашил, вы меня жестоко рейдили. Что скажешь в свое оправдание? А можно правду сказать, то, что меня не было вчера, я только сегодня здесь был. Катана, он говорит правду или нет, кивни. Чувствую, чувствую обман, потому что, смотри, меня как раз зарейдили в 7 часов вечера где-то, это первое. Второе. Ты только что говорил, что вы вчера не играли и вы сегодня первый день, а сейчас говоришь, что вы вчера играли. Получается, что меня кто-то жестоко скамит. Вообще, сегодня вот твои соседи как раз Пунишер залетал на корове и взрывал там сишкой что-то. Один? Нет, они вчетвером были. Я все ники не знаю, знаю, что был Пунишер, возможно, пельмень был, вот, и они залетали на корове, на этот дом, взрывали, я как раз думал, что это какой-то левый тип, короче, построился там и с ними сражался. И вы можете это представить, оказывается, они рейдили своего друга Кешу, а я наоборот, в свою очередь, пытался его отбить. И поэтому мы решили допросить каждого жителя, чтобы Кеша слышал их версии. Скажи мне, ты сегодня участвовал в рейде, ты летал на корове? На какой корове? Корова, которая стоит вон там на крыше. Я участвовал, но у меня была берданка, и то я, по-моему, на самом начале выпал с коровы и сдох у них на крыше. Мы взяли мою берданку и пошли пушить своей берданкой тебя. И в итоге я пытаюсь вернуть свою берданку до сих пор и как бы ничего нету. Я говорю честно, да, я собирался участвовать, я участвовал, но я по основе был бомжом, я был твоим психологом на рейде. Вопрос такой, как так вышло, что вы собирались рейдить меня, а рейдили дом Кеши? В смысле? В прямом, вы на корове сели на его дом и взрывали сишками. Я еще пытался вас отдефать, потом вы сели в корову и улетели обратно на базу. Нам вроде говорили, что, как бы отдали кому-то дом и это может быть твой дом и тому подобное. Я вообще, честно говоря, я не разобрался тогда. Что будем делать, Кеша? Катана, ты же говорил, что это не он. Нет, 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 нет. Я даже не был на его территории. Вот в чем прикол. Я не был даже... Не было, это не означает, что ты не пытался туда попасть. Но он хотел быть участником этого рейда. Что мы с ним делаем, Кеша? Я хотел, да, я хотел был участником, я хотел забрать рез и подлутать какие-то. Кеша? Потому что мы бомжи, блядь, мы бомжи. Что мы с ним делаем? Понять и простить. Понять и простить? Выбор твой. Смотри, ты можешь понять и простить, либо дернуть рубильник. Блядь, мы бомжием уже сколько, нахуй. Последнее слово, Катана. Я хочу отдать свои берданки. Я хочу отдать свои берданки в мурачейке. Пускай у нас следует то, что у меня есть. Приговор будет исполнен здесь и сейчас Так как Катана рассказал нам о новых участниках данного рейда Мы должны были расспросить их всех Как так вышло, что вы начали рейдить дом Кеши сегодня? Это не дом Кеши Это не дом Кеши Это было, во-первых, Кеши, во-первых, живет с нами Кеши, во-первых, живет с нами У Кеши нет дома Вовик там был И он кричал, зачем вы меня зарейдили? Когда мы начали рейдить, мы думали, что это Вовин дом И потом Вовик говорит Ну, а теперь сейчас ты меня спрашиваешь, зачем вы рейдили Кешин дом Получается, мне удалось вас забайтить тем, что я просто под забором кричал, что это мой дом Каждая секунда открывалось все больше и больше разных подробностей И в конечном итоге я почему-то остался крайним А зачем ты именно сказал на дом Кеши? Потому что вы его уже рейдили, и я вас байтил дальше Твоя вина, получается, здесь тоже есть Смотри, Кеша, какая ситуация Они уже тогда взорвали сишку И я им говорю, зачем вы рейдите мой дом, чтобы забайтить их дальше Понимаешь? Тут как бы, с одной стороны, быть может, я поспособствовал дальнейшему рейду, да? А с другой стороны, они-то рейдили еще не зная то, что это мой дом Сто процентов Нет, я так скажу, если там был пельмень Пельмень знал, что это мой дом Был пельмень? Пельмень был Что мы делаем, Кеша? Пунишер звучал довольно убедительно, поэтому мы решили его отпустить Но меня интересовал самый главный герой этого видоса Кеша Смотри, как так вышло, что как только я приехал на этот остров Я никого из вас вообще не убивал Почему? Вы сразу пришли и начали кидать сачели на мои двери Как так вышло? Смотри, расскажу Есть бест Вот, он говорит, какой-то челик, типа, бегает там по этому По острову, типа, у меня убивает Один домик стоит Ну, мы решили его выпалить Выпалили там железные двери Мы начали бахать Прибежал какой-то челик Ну, то бишь ты приехал на лод Нас убил Ну и все Мы к тебе пришли На меня начал сразу ржать Все, мне это выбесило Ну, потому что это было смешно Да Потому что изначально я не понимал, кто меня вообще рейдит И то, что вы там, прикинь, тебе не хватило всего лишь одной сачели Она, кстати, потом взорвалась И я успел поставить новые двери Ты изначально видел у нас, что мы тут жили? Нет, конечно, я вообще не знал про то, что тут кто-то живет на острове Я построился снизу, даже на острове особо не бегал Ты еще начал почему-то меня оскорблять И мне было очень неприятно с этого Что мы с этим будем делать? Ты мне... А ты надо мной смеяться начал Ты меня тоже обзывать начинал Я смеялся, потому что ты не представляешь, в каком я был в шоке Да ладно, ну это... Все понятно Короче, я так понял, что во всем виноват пельмень Пельмень? Нет, ты Так, делаем голосование Что мы делаем с Кешей? Давай, я считаю то, что, короче, с одной стороны Ну, в принципе, Кеша защищал свою территорию Но с другой стороны, он себе позволил оскорблять другого человека И за это, я думаю, он должен понести наказание Кеша Это кто? Это второй голос уже был Смерть, 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 смерть Я предлагаю Пушера вместе со мной запустить сюда Потому что он знал, что это мой дом, но все равно позволил бахать И хоть Пунишер проголосовал против своего друга Но он решил разделить эту ношу вместе с ним Жми рубильник! Прощай, Кеша! Нет, я умру вместе с ними! Но так как мы допросили всех жителей этого острова Оставался только я Я должен им рассказать свою версию Так, ну теперь вы можете задавать все вопросы, которые вас интересуют Давай, мурачейка Спросил ты, чизик? Можно не отвечать на этот вопрос? Нет, нельзя Нельзя Правда, не только правда Мы вот тебе правду рассказали, никто не обманывал Все по фактам, как есть Ладно Раз вы задали этот вопрос, я должен на него ответить честно Да вы сами знали, что это я Да Ну я догадывался Ну я тоже догадывался Вырубивайся Чендер Вырубивайся Чендер Вырубил, вырубил Ты还 Вот что интересно, Кеша Ты вчера говорил, что я с читами играю Ты реально, типа, думал, что я читер? Ну да А ты дом отдал? Ну ты действительно Кеша дом отдал? И я рассказал им абсолютно все, что я знал об этом острове И как я сюда попал Теперь они знали, кто я такой на самом деле. И все карты были раскрыты. Но так как я им принес очень много боли на этот остров, я должен был понести наказание. Он должен, он должен понести наказание. Простите, ребят, за то, что я убивал вас. Прощайте! 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 Ха-ха-ха-ха-ха! После этой комнаты мы с деревней подружились. И я даже провел им экскурсию по моему странному домику. А как ты хотел, чтобы мы это рейдили, скажи, пожалуйста? Тут только с помощью проталкивания дверей, короче, можно выскочить. А как это рейдили? Если бы мы тут прорывались, у меня отстрелка была на всю эту площадь. Потом неподалеку от нас пролетал вертолет, который мы решили сбить. Ведь нам нужны были сишки. Попал в него. Ой, походу, минус-клетка. Давай. Ох, ёпу, твою мать! Сюда! Ну да, ну да. Угу. О, сюда. Это нам надо. О, лодка, лодка, лодка. Топ-сеты, топ-сеты идут. К нам идут, к нам идут. О, что делать? Вот, высыплются. Одного высыплют, по-моему. О, нифига. Сейчас разнесем их, подожди. Все лежать. Поднимаю. Все мертвы. И вот тут, к нам на остров, прибыл клан. Который как раз таки и рейдил меня в первый раз. И они, кстати говоря, построили новый домик. Ну а так как у нас были ракеты, мы должны были наведаться к ним в гости. Но вначале нужно было найти баржу. Все, просто вдоль берега. Вдоль берега летим и ищем баржу. Что-то вообще ни одной баржи, где они? И уже во время полета ко мне пристал деревенский житель. И я решил ему показать, что такое настоящий десант. Не каждый увидит видос, как Пиззи извиняется на коленях. Жаль, конечно, что он забыл взять парашют. Но таких десантников в нашем отряде было немало. Я взрываю, короче, угоняю ее. И эта баржа оказалась не простой, а с подарком внутри. В виде разъяренных клановых игроков. Это я, это я. Я его убил. Убил его. Я убил его. Чувак, он в джагере вышел, я его убил в джагере. У нас уже закончились хилки, но к нам на подмогу наконец-то приехали тиммейты. Миссия выполнена. Можем отсюда уплывать. Баржа наша. Все, плывем домой. Потихоньку собираемся и идем рейдить. Теперь у нас была переносная рейд кибитка. А так как те ребята жили на воде, для нас это был лучший вариант. Нормально. Я сейчас свои тоже докину. Нам надо будет все ракеты брать, потому что там дом крепкий. По ощущению, нам хватало ракет на их небольшой домик. И раз они были в онлайне, мы должны были выдвигаться прямо сейчас. Вовик, это твои обидчики? Слышь, Вовик, это прежние мои соседи. Короче, смотрите, мы пока будем сейчас рейдить, вот объясню сразу. Мясом не бегите, у нас на барже вот должны стоять 2-3 человека на барже. И отсюда отстреливать. Кто-то должен прикрывать, кто-то должен рейдить. Нормально, пофиг, мы подплываем вообще в упор. Толкать еще потом будем. Они должны быть в онлайне. Настрой у нас был боевой, и мы должны были победить эту битву. Взрываем у них турели. Слева один в воде идет. Сломалось. Еще слева турель, там же. Я прикрываю. Турель минус. На крыше вышел. На крыше? На крыше, на крыше в отстрелке. Все, боевые, боевые. Просто рубим его в центр дома, и все, вот туда. Под отстрелку рубим. Дальше рубим. Берите, берите базуки с дома, кто свободен. Берите базуки, ракеты боевые. Погнали просто бурить насквозь его. Убил кого-то. Хорош. Там куча гаражек. Внутри все, первый этаж полностью открыт. Второй этаж взрываем. И по старым добрым традициям, когда происходит экшен, меня, конечно же, взрывают союзники. Мы вскрыли у них практически каждую лутовую, а их отстрелка осыпалась практически под ноль. Вот что я называю сладкой местью. А после в меня вселился Сириус Сэм. Офигеть он просто, это лазерган какой-то. Он просто в точку фигачит. Я на самом деле думал, рейд будет, конечно, посложнее. Он умер. Ой, так он вообще наворовал, слышишь? Открыл дверь. Ку-ку. Теперь, со спокойной совестью, мы могли убираться отсюда, ведь мы зарейдили их полностью. Но тут мы замечаем корову. Корова, корова села, корова села справа. На маленький остров плывем. Я поеду сейчас крошить их. Где мой джаггер сет? Выходите с поднятыми руками. Опа-опа-опа. Прыгаю вниз. Туда-туда-туда. Туда-туда-туда. А-а-а, резня. Все, забирайте, забирайте. Тут куча калашей у них. Подожди, бункер, бункер. Нам нужно рейдить, нам нужно рейдить бункер. По приколу, мы полностью взорвали этот бункер и посмотрели, что в нем находится. Оказывается, в этом доме жили какие-то дуло бомжи. Не убивайте, не убивайте. Вот, стой, стой, стой. Не убивайте, стоим, стоим. Выходим, выходим. Смотрим. Бук-гул нахуй за ним. Не, у них ничего нет вообще. А что вы забрали? Ну-ка, стой, я просто повалю. Мне кажется, после нашего рейда ресурсов в ящиках у них стало гораздо больше, чем было до. Ну а также, конечно же, я им приготовил небольшой подарочек чисто от себя. А что нажимать на? Левую кнопку мыши. Вот это дядя серьезный, конечно, слышишь? Так вот, я мог бы, конечно, рейдить моих соседей, издеваться над ними, но мне показалось, что это будет слишком скучный и дефолтный контент. Тем более, они начали вести себя по моим правилам. Ну и на этот раз никто меня в концовке не будет взрывать ракетой. Я придумал кое-что поинтереснее. Все, совместная жарка. Все, заходим. Я с вами, ребят. Как одна целая команда. Готовы? Вы точно готовы? Будет больно? Да будет жаркое! Вот так эта долгая и интересная история подходит к концу. На самом деле, я сейвил этот дом до конца вайпа, чтобы, если что, подарить его моему учителю. Но, к сожалению, он так и не зашел в онлайн. Но не расстраивайтесь, ведь я смог найти его в стиме и добавить его в друзья. Быть может, когда-нибудь я с ним еще встречусь. Привет. Привет. Ты куда пропадал? На даче был. Ты знаешь, что ты пропустил тогда? Кто? Ты столько всего пропустил. Нас, как только ты ушел, пришли взрывать наши соседи. Помнишь их? Да. Я там один отбивался от них, представляешь? Я там три раза дом спас наш. Потом уехал на остров. Построился на острове. Построил большой дом. Со мной начали воевать островитяне. Ты не представляешь, сколько там всего было. Да мне самому обидно, что пришлось остаться. Я тебе там такой домик построил. Ты научился строить? Ну, пришлось пройти школу выживания. Я же видел, как ты строишь. Вот. Я построил еще один домик, два на два, и мне приходилось сражаться со всеми, кто ко мне подходил. Ты не представляешь, как мне не хватало помощи? Предлагаю тебе, когда делаю уроки. Знаешь все? Пойдем на Magic Rust. Ты слышал, новый Magic Rust открылся официальный? Да, да, слышал. Ну, туда, блин. Блин, ну, идея хорошая. Ну, ты давай доделывай уроки, и, блин, я надеюсь, когда мы будем играть еще с тобой, ты больше так не пропадешь надолго. Я тут ума нет. Ну, все, тогда увидимся. Да, да, да. Давай. Давай, давай. Увидимся, пока. Пока. Честно говоря, я не знаю, посмотрит он этот видос или нет. И, Тимофей, если ты когда-то увидишь эту историю, спасибо тебе большое, что ты взял меня в команду и начал меня обучать. Ведь абсолютно не каждый растер, даже опытный в этой игре, возьмет на себя такую ношу. Но ты оказался добрым и смелым пареньком. Спасибо всем огромное, кто досмотрел этот ролик до конца, и я надеюсь, он вам понравился. И слушайте. У меня к вам серьезный вопрос. Вы не задумывались о том, что в последнее время видосы выходят слишком редко? И сейчас настало время показать вам правду. Ну что, твои друзья, думаешь, смогут помочь тебе на этот раз? Помни, у тебя есть всего лишь неделя. Время пошло. Ребят, если вам понравилась эта история, то поставьте лайк. Ведь тогда они меня отпустят. Ну вы помните условия, не так ли? Честно, я на вас рассчитываю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok